К нам уже начинают присоединяться. Здравствуйте. Еще буквально полминутки, наверное, подождем. И в принципе мы начнем. Мы пока можем так немножко обзорно начинать. Собственно, о чем мы будем сегодня говорить. О чем мы будем сегодня говорить. А сегодня мы будем говорить очень интересную, интригующую тему, которая называется «Тень». Что же такое наша тень? Почему она так называется? И вообще как слизи? Потому что я так понимаю, люди ее побаиваются. Побаиваются собственной тени, потому что считают, что там в ней спрятано что-то страшное. То, что их пугает, возможно, какие-то их качества, которые им самим в себе не нравятся. В этом самый главный прикол. Где-то боятся, где-то не хотят, где-то не принимают. Эмоции могут быть совершенно разные. Важным моментом является некоторое разделение, такая граница. Типа вот тут вот я хороший, а вот это вот все, что ко мне никакого отношения не имеет. По совершенно разным поводам, по совершенно разным эмоциям. Ну, кстати, вот интересный есть момент, я озвучу, и ты дополнишь, может быть, откомментируешь, что по большому счету тень это не значит однозначно что-то плохое или негативное. Все-таки мы привыкли и считаем правильным рассматривать тень как нечто, что мы подавляем, не осознаем. И в тени могут быть спрятаны наши и сильные стороны, и наши ресурсы, которые мы себе запретили использовать и реализовывать. Например, идея быть победителем, достигать успеха. То, что сейчас, в общем-то, активно развивается это направление, и людей призывают раскрывать себя в этом аспекте. В детстве эти стратегии могли быть по каким-то причинам прерваны. Ну, например, ребенку могли сказать, не высовывайся, лучше враг хорошего и так далее. И, собственно говоря, тогда получается, что вот это качество победителя или успешного человека, оно ушло у ребенка в тень. И он теперь смотрит на других и думает, я так хочу, но я так по каким-то причинам не могу, или мне нельзя, или еще что-то. Это же в тени, правильно я тебя понимаю? Да. Вот, поэтому мы будем все-таки действительно знакомиться с тенью, да, рассматривать ее как штуку ресурсную, и, наверное, расскажем о том, как можно вот все эти мощные штуки, которые таятся внутри, достать и поставить их на стол. Вот, помнишь, есть метафора моя любимая, я ее часто рассказываю, про страх высоты, да? Вот есть, например, человек, у человека есть страх высоты, и вот он живет в некотором доме, у дома есть, понятно, дело крыша, но не такая, да, а просто плоская крыша. И дальше просто... Южный формат. Южный формат, да. И вот на эту крышу, естественно, есть выход, то есть можно подняться по лесенке и выйти на крышу. Все, и дальше начинается просто вопрос в силе этого самого страха. То есть если страх высоты небольшой, человек спокойно выйдет на крышу, подойдет к краю, ну так, адекватно подойдет к краю, не будет, конечно, ничего такого делать там, ну и сильно близко подходить к краю не будет. То есть адекватно. Но ему будет доступна почти вся крыша, да, он спокойно там ходит, если ему нужно, там, он может выйти там со стулом, сесть, посидеть, кофе попить, да. Если человек сильно боится, он выйдет, но просто видя край крыши, он уже будет напрягаться. И тогда как бы уже не посидишь спокойно на крыше, да. А если страх очень сильный, то человек просто на крышу не выйдет. То есть он просто вот дверь откроет, увидит, что там крыша, скажет, ну вас нафиг, и пойдет домой. Ну, в смысле пойдет к себе на первый этаж, да, где не сильно страшно. Вот, это вот метафора, ну, это метафора про страх, да, но действительно любые другие эмоции могут тоже отделять нас от тени. Ну, создавать на самом деле тень, потому что, ну, нет уже, нет ничего такого, если как бы сейчас совсем так немножечко в буддизм, да, радикальный, нету в принципе ничего там хорошего, плохого, оценки, это создаем чисто мы люди. Есть некоторые общественные договоры, да, есть там оценки, которых придерживаются все, но тень или не тень, это мы создаем оценками. И, собственно говоря, только поэтому, да, только поэтому у нас в голове есть какие-то такие штуки, неизвестно почему. Вот здесь очень, наверное, очень, наверное, давно, да, очень в раннем детстве, как правило, закладываются самые-самые крупные убеждения и все остальное, которые, там, чего-то запрещают ребенку делать. Причем, там, не факт, что даже прямой запрет, потому что, ну, все импринты относятся к, там, к трём, четырём, там, двухлетнему возрасту, то есть все самые злобные импринты. При этом ребенок там, ну, не сказать, что прям такой вот сильно соображающий. То есть многие вещи он просто видит, там, папе, да, папе что-то не нравится, папа на какое-то поведение показывает отвращение, ребенок запоминает, все, так, так нельзя, и все. И это начинает уходить в ту самую тень. Вербальные убеждения потом там уже начнут выкручиваться, но в результате получается ситуация, что человек живет, и он себя как бы ограничил. Его мир ограничен, и он, на самом деле, вот так, если по-хорошему, он даже тупо не знает, что там находится. То есть на страже стоят эмоции, ему там страшно, неприятно, противно, фу-фу-фу. А чего там такое-то страшное, а я не знаю. А чего там противного, а я не знаю. Да, действительно, люди, да, начинают рассказывать о том, что они хотят чего-то достичь, и им предлагаешь промоделировать ситуацию, как будто бы ты этого достиг, а хотят они всегда хорошего. Да, там, опять же, там, реализовать свои цели, там, заработать денег, наладить отношения. И они, когда начинают моделировать вот эти ситуации, в которых все хорошо, у них как раз-таки вот те самые эмоции, которые на страже и возникают, да, то есть там, ну, страх, тревога, да, или, возможно, печаль какая-то. И чтобы эти эмоции не испытывать, человек лишний раз в свою мечту, в свое желание может даже и не посмотреть. И наоборот, даже где-то, наоборот, запрещать себе думать о хорошем, и, опять же, тем самым заставляя себя жить в том, в чем он живет, и, ну как, не буду вспоминать анекдот, ну вот, хоть как-то адаптироваться к той неприятной ситуации, в которой он сейчас живет, да. И со временем он к этому привыкает, перестает замечать негатив, и то, что называется зона комфорта, она у него такая, да, она, может, не очень хорошая, но зона комфорта там спокойно. А там, где якобы может быть хорошо, да, там, где якобы тень, там не очень хорошо с точки зрения прохода, вот, что хорошо, правильно? Да, и практики, практики работы с тенью, в общем-то, строятся на нескольких идеях. С одной стороны, это разобраться, понять, что там есть в этой самой тени. С другой стороны, это, там, что-то из этого себе, может быть, взять, там, разрешить и вообще понять, что оно нормальное. Третьей, ну, и самая, наверное, такая главная и самая большая задача – это интеграция, интеграция себя. Ну, эта задача, как такая сверхзадача, на самом деле, то есть, вы, как бы так сказать-то, нормальный, здоровый человек, скажем так, психически здоровый человек, у него нету, наверное, блин, сейчас пытаюсь сформулировать, да, относительно каких-то поведений, которые он, например, не хочет реализовывать, у него относительно этих поведений нету лишних запретов, нету там фрустрации, нет каких-то там интериализаций лишних. То есть, я могу это делать, я этого не делаю, потому что это мой выбор. То есть, нормальная, здоровая позиция человека вот такого, как-то близкого к целостности, да, она заключается именно в том, сможешь ты украсть, могу, почему ты этого не делаешь, я этого делать не буду. То самое, то самое боевое НЛП, да, тренинги по боевому НЛП, по структуре манипуляции, которые мы проводим, это тоже поход в тень. То есть, когда мы объясняем людям, показываем, говорим, вот они есть, смотрите, какие методы. С одной стороны, вы их понимаете, и они перестают на вас действовать, ну, по крайней мере, действовать меньше, да. С другой стороны, вы их, ну, худо-бедно начинаете уметь, и дальше просто вопрос, да, я это умею, но я могу этим не пользоваться. Могу пользоваться, могу не пользоваться, я, например, выбираю не пользоваться. Это, по-моему, приписывается Махатме Ганди, там такой целый спич был на тему силы, там, еще чего-то, вот. И он говорил такую тему, да, что нельзя сказать, что мышь добра по отношению к кошке, потому что, дескать, она кошку не убивает, да, там, не съедает. Она этого не может сделать, поэтому, как бы, нет вопроса. А вот, как бы, кошка, если она может есть мышь, но не делает этого, вот тогда она добрая. То есть, вот такая идея. Да, у нее есть выбор, да, либо использовать, либо не использовать. А когда человек какую-то стратегию вообще не может использовать, даже если хочет, да, то тогда мы говорим о том, что эта стратегия ему недоступна по ряду причин. И так как это неприятно может быть человеку, он уводит эту стратегию в тень, да, что называется. Он старается об этом не думать, он старается выстроиться таким образом, чтобы обходиться без этой стратегии. Хотя, по большому счету, если... Есть еще один такой момент прям важный, да, вот с вот этим, как бы, угодом. Некоторые люди, есть такие люди, которые эти самые штуки делают, но не признаются. Да. То есть, с одной стороны, у них какой-то такой неосознанный паттерн происходит, с другой стороны, этот паттерн они не любят, в себе, естественно, его они не видят, не признают. Ну и дальше включается этот самый механизм из психологии, как он называется, проекция. И тогда этот человек, вот он как бы врет, обманывает, кидает деловых партнеров, и тут же прям сразу после этого старается побыстрее обвинить именно партнеров в том, что вот он как бы, что это вы первые кинули меня, это вы, на самом деле все вы, это не я, это вы. Да, я соглашусь, это одно из проявлений, и давай вот, может быть, если еще более ярко выраженные привести примеры, да, то когда возникают ситуации, и человек может что-то сделать, что, ну, может быть, не очень социально одобряемо, и не одобряемо им лично, но он все равно это делает, и он говорит, ну, я не мог этого сделать. То есть он может видеть факт, он может видеть последствия, но он не может понять, как это произошло. Оно происходит с точки зрения этого человека, и даже, может быть, большинства окружающих, как бы само... Вытеснение, да, вытеснение, проекция. Да, это был, вот на него это вообще не похоже, он не мог так поступить, но когда мы имеем факт, вот факт, мы с этим поспорить не можем, и мы понимаем, что это было проявление вот той самой тени. И опять же, мы давайте вот все время будем возвращать внимание наших слушателей к тому, что мы говорим и про негативные какие-то вещи, и про позитивные, потому что, например, если человека, ну, условно говоря, знают как не очень хорошего, не очень надежного, там или еще, а он вдруг делает что-то хорошее, это вызывает абсолютно такое же удивление. Да вы что, он мог вот так вот по-человечески поступить? Ну да, ну надо же, значит, что-то в нем есть, да? И это тоже у человека будет проявление тени относительно общего, привычного его образа, да? У нас сейчас, как бы, общество достаточно разнородное для того, чтобы у нас были социальные группы, у которых есть внутри группы разные светлые и темные стороны. А депты успешного успеха, для них тенью являются, ну, какие-то там вопросы, там, духовности, может быть, там, альтруизма и вот это все, да? Наоборот, какие-нибудь там люди, ну, буддизм, духовность, вот это все, да, они, для них тенью является вот этот самый, там, успешный успех, там, например, зарабатывание денег, там, и что-то еще. Для кого-то, для каких-нибудь там креативных людей, опять же, там, в области тени находятся тоже там некоторые вещи, которые, например, вполне себе реализуют какие-нибудь, вот, бизнесмены, да? Да, да. И поэтому, то есть, здесь тень, это штука индивидуальная для каждого человека. Она у каждого человека. Да, важно, вот, возвращаясь к структуре, да, важно ровно одно. Наличие тени, это всегда наличие, ну, там, хоть маленького, да, хоть какого-то там, но, некоторого такого раскола личности, да, там, некоторого такого легкого, там, невроза, если угодно. О данном формате, да? То есть, мы не говорим о крайнем проявлении шизофрении, множественных личностей. Нет, 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 это, конечно, нет. Хорошо, первая личность, это уже совсем, когда загнали. Ну, как-то так. То есть, в любом случае, да, если мы внутри себя обложены запретами, это, в принципе, невроз. То есть, легкий, да, но все равно, как бы. Это раз, это первое важное относительно тени. Второе важное то, что, ну, скорее всего, там все равно есть ресурсы. Пусть немножечко, пусть как-то еще, да, само по себе снижение вот этого разделенности, это уже ресурс, да, ну, и, в принципе, там, может быть, там вообще ничего страшного, на самом деле, в этой тени нету, которой человек. Поэтому существует, да, существует некоторое количество практик разных на тему интеграции тени. Ну что, к практикам? Да, давай, к практикам, чтобы мы могли немножечко уже, вот, то, о чем мы говорим, сделать осязаемым, да. То есть, теория – это некая одна часть, да, и чтобы мы вывели из тени практику, да, интегрировали теорию в практику, ну, в общем-то, давай о практических вещах. Вот, ну, первое, и, наверное, такое, ну, как бы, сейчас мы лишней теории не будем грузить, но, тем не менее, скажем, да. Чтобы люди могли, допустим, слушая наш эфир, прям сейчас что-то сделать или прям сразу после эфира, потому что основная идея, ну, ради которой мы об этом говорим, рассказываем, делимся, это все-таки гармоничное развитие, да, это осознанность некоторая, это знакомство с собой и вот какое-то вот движение вперед. Поэтому давай тут практичнее. Да, ну, мы можем условным образом назвать это, ну, таким точечным проходом в тень. Ты помнишь, мы на мастерском курсе это делаем с помощью архетипов, когда люди просто ходят в архетип, который там… Да, который там архетип, который там самый страшный, пугающий или нежелаемый, ну, один. Вот, если сейчас мы не будем вдаваться в идею архетипов, то мы можем просто нашим зрителям сказать, что выделите, пожалуйста, социальную роль, которая вам вот является, ну, неприятной, да, вы не хотите таким быть, или вам страшно таким быть, или вам противно таким быть. Вы иногда можете вспомнить какого-то конкретного, может быть, человека, носителя, с вашей точки зрения, качества, которое вызывает у вас реакцию с усу-су-су, вот я точно никогда не хочу. Мы сразу будем говорить о том, что да, скорее всего, там есть элементы тени, да, то есть… Да, и вот, и, собственно говоря, практика, ну, эта практика требует, наверное, небольшого участия со стороны вам, людей других, вот. Мы в таком формате, чтобы без других, ну… Чтобы без других, а как, ну, с будильником, да, например. Да, давай, с будильником, да, что-то такое. Ну, хорошо. Ну, давайте, как будто бы вы поставили два будильника, да, ну, или один там, который там меняется. Вот, задача ваша очень простая. Вы напротив себя, ну, на стуле, например, там, или где-то еще, представляете себя, ну, себя, в смысле, физически себя, но вот в роли такой социальной вот той личности, которую вы выбрали. То есть, если это там, да, если это некоторая социальная роль, которую вы не принимаете, то вы представляете себя в этой роли. Соответственно, там, у этого образа меняется мимика, другая под ту роль, да, там, одежда, все остальное, там, поза, естественно, другая. Если это какой-то конкретный человек, который олицетворяет эту роль, то вы, опять же, вот, ну, его характеристики, мимики переносите на свой образ, себя как его представляете. Ну, такой ментальный фотошоп, да. Все, представляете, вот он... Он сидит напротив вас на стуле, там, увидите его максимально. После этого ваша задача, ну, вот тут понадобится будильник, да, ваша задача минут на пять туда просто в этот образ войти. То есть, включаете, ну, встаете со своего стула, пересаживаете, становитесь этим цирком на пять минут. Соответственно, оттуда смотрите на, там, напротив себя, на другого себя, понимаете, как думает тот человек, то есть, просто на время. Потом также перескакиваете обратно, но это такая, такой исследовательский инструмент, исследовательский инструмент, с помощью которого вы, ну, собственно говоря, понимаете. Вы просто сходили, чтобы узнать, что находится за гранью этой. То есть, вполне возможно, ну, там несколько вариантов. Может быть, что там действительно все плохо. То есть, может быть, там действительно нехорошие паттерны, вам они действительно не нравятся, и тогда вы будете уже, ну, то есть, не с базовой эмоцией, которая была к ним относиться, а, как бы, более спокойно, типа, да, я там все понял, я этого не хочу, все. Я, как бы, понял, и я выбрал этого не делать. И все, это будет конгруентно. Да, вот мы говорим о том, что вы таким образом, как бы, мысленно примеряете на себя чужую рубаху, да, то есть, чужую шкуру, потому что только внутри чужой шкуры можно понять, почему человек мыслит так или поступает так, а не иначе, да. То есть, это мысленный эксперимент и действительная исследовательская задача. И потом, когда вы уже знаете, как там внутри, вы понимаете, почему человек так поступает, и это у вас уже не вызывает вот такого явного, неконтролируемого негативного отношения, вы к этому действительно относитесь спокойно. Он так поступает, ну, потому что он по-другому в своей шкуре поступить, ну, просто не может. Из его ситуации это логично. Второй вариант – это вы находите там за гранью что-то полезное. И тогда вы понимаете, что там, как бы, есть хорошие вещи, которые можно делать. То есть, и тогда у вас, ну, получается больше ресурсов. То есть, основная масса там вы, например, по-прежнему не хотите. Скорее всего, эмоция все равно будет проще, конкурентность повысится, но часть ресурсов вы оттуда отжали. Вот. Ну, наверное, все-таки в редких случаях, но может случиться такое, что там окажется вообще все нормально. И человек такой, да блин, да там классно, да там нормально, а что я столько времени там не хотел, там боялся, там что-то стеснялся, да. Там все, там все ровно, там все хорошо. Да, совершенно. И тогда просто барьер, как бы, рушится, и спокойно человек обретает, там, полный доступ к ресурсам. Вот. Это практика. То есть, практики, на самом деле, отличаются, скорее, там, направленностью, а не шаблонами. Вот. То есть, это вот такая, ну, точечная, да, в какую-то конкретную роль. Есть ее, есть ее развитие, ну, такое, как бы, то, что можно сказать, полная тень. Когда вы представляете напротив себя, ну, себя же, да, но носителя всего вообще того, что вы не хотите. То есть, абсолютно всех качеств, которые вы не хотите, боитесь, запрещаете, не желаете. Даже если это качества какие-то хорошие, но вы их побаиваетесь, они вызывают тревогу, да. Вот, особенно, вот, есть идея, что вроде бы все хотят быть миллионерами, да, но страшновато. Ну, это вот как раз-таки, если страшновато, это тоже туда, всегда. Не разделяйте, вот, прям, четко негативно или, там, четко постивно. Все, что вызывает, там, непонимание, тревогу, вопрос, или, там, мне так не жить, или, там, мне это недоступно, это все тоже вот туда, в тень. И, ну, это вот, это полная тень, и это, конечно, практика такая, как бы, круче. Но происходит ровно точно так же. Представляем, заходим, вживаемся, ну. И результаты те же самые. Ну, разве что полное принятие вряд ли будет с первого, как бы, с первого же шага. Скорее всего, это все равно будет такое, там, больше понимания, больше интеграции, больше... Я бы сказала, да, вот именно расширение понимания, восприятия относительно вот этой своей тени. Знакомство с собой, да, более такое, полное? Ну, здесь, здесь, я бы сказал, не совсем знакомство, потому что здесь человек наполняет образ тем, что он уже знает. Он это знает, он знает, что, ну, есть какое-то качество, да, он этого качества боится, ну, и поэтому он его там, как бы, накладывает. Вот. Если говорить про знакомство с тенью, то здесь, наверное, вот лучше третий, как бы, третий паттерн, третья техника, которая как раз про общение с тенью. Вот, как раз, если ты не знаешь, что там находится в этой самой тени, да, если там есть подозрение, что есть что-то такое страшное внутри, чего даже и не знаешь, вот. Практика заключается в следующем. Выбираем, выбираем где-то место, где мы перед стеной можем сесть спокойно. Перед стеной где-то примерно в метре полутора. То есть, может быть, какую-нибудь эту йоговскую подушку, на которой мы сидим. То есть, чтобы можно было удобно спокойно сидеть. Вот. За спиной своей на табуреточке ставим свечку. Ну, еще где-то в метрах полутора-двух. Вот. За собой, да. Всем привет, присоединившимся, да. Вот. И, собственно говоря, вот здесь, наверное, все-таки нужен человек, который будет свет включать-выключать, да. Надо так, чтобы в комнате света не было, кроме этой свечи. Это создает очень прикольный, очень прикольный такой эффект. То есть, вы сидите, и перед вами колеблется тень. Ну, вы знаете, что это ваша тень, если вы будете шевелиться, она тоже будет шевелиться, но в своем режиме. Вот. Больше вы ничего не видите. Добавь? Да, вы... А? Сквознячка туда добавить, чтобы прянуть. Она и так шевелится всегда, да, потому что... Ну, как-то так получается. Вот. Соответственно, там минут пять вы сидите с идеей, что тень перед вами живая. Очень быстро наступает трансовое состояние. И, ну, поскольку вы знаете, что вы здесь сидите ради общения с тенью, и вот она, эта самая тень, то общение наступает. Вы начинаете разговаривать, там, она вам отвечает, там тоже говорит, что она хочет, что там есть, чего нет. То есть это такое нормальное, хорошее, нормальное, хорошее общение. Вот. Один раз... Чего юморнуть, наверное, да? Один раз, когда эту технику я делал, проводил для клиента, получилась такая очень интересная ситуация. Ну, понятно, как бы шамалство, да, что получилось, то и правильно фактически. В общем, полчаса было отмерено времени, за которое, вот, как бы, девушка должна была общаться со своей тенью. Вот. Я, значит, все настроил, там, свечку зажег, свет выключил, дверь закрыл, в общем, там, тишина, все хорошо. Ну, и я, значит, ушел на полчаса, естественно, туда не лезу, потому что это процесс индивидуальный. Когда через полчаса я пришел, значит, чтобы этот процесс прерывать, оказалось, что свечка погасла. Ух ты! И потом вот она мне рассказывает, что вот она, значит, включилась, в какой-то момент началось общение, значит, с тенью, они там начали-начали диалог, а потом в какой-то момент времени просто, говорит, вот, как бы, это, ну, свеча потухла, и, соответственно, тень захватила все. Это точно, что там стало. То есть, и, как бы, техника, ну, фактически техника общения с тенью перешла в технику интеграции, да? Технику интеграции, да. Вот. Ну, в общем, тоже получилось нормально. Да, то есть, рассказываем вот техники, да, и они действительно имеют, ну, разный формат, но, по сути дела, структура одна. Это знакомство с тенью, это выяснение стратегии тени и интеграция, да? Да, то есть, вот, рассказали три варианта, и везде это звучало, там, по-разному с внешней стороны, да, но сохраняется суть. То есть, некое, там, понимание всего пугает, что-то там тревожит, вхождение, да, для понимания того, что там вообще внутри происходит. И интеграция нового состояния ресурсов или принятия решения, что это не подходит, и этого можно не бояться, но этим не пользоваться. Да, присоединившимся, здравствуйте. Привет всем, да, мы рады. Привет всем, Александр. Татьяна, не знаю, Татьяна, вполне возможно. Вот, а есть еще один, кстати, очень прикольный, тоже, тоже очень прикольная техника. Она скорее, скорее не про тень, а она скорее, скорее про вот эту светлую, свою часть. Вот. Какую хочу вопрос задать. Знакомы ли все с такой штукой, что на случайных фотографиях тебя не узнаешь? То есть, если человек, ну, условно, позирует, ну, то есть, если человек видит, что его фотографируют, то он смотрит, да, это я на фотографии. А если человек не видит, что его фотографируют, а его сфотографировали, то он говорит, нет, это неудачная фотография, это вообще неизвестно, что поймали, я не такой. А когда люди дальше начинают смотреть видео и видеть себя впервые. Да, тем более, когда они не знали, что видео снимают. Да, да. Когда люди смотрят на свое лицо, когда человек смотрит на свое лицо в зеркало и объяснит, что происходит. Если мы сильно подвержены этой идее ношения масок, то зеркало является способом получить очень быструю обратную связь. То есть, как только мы видим себя в зеркале, у нас сразу лицо становится таким, каким мы себя внутренне представляем. Опять же, да, можете еще тоже в супермаркетах, в торговых центрах понаблюдать. Вот идут люди мимо такой зеркальной витрины. И вот он идет себе, идет, если он повернулся и увидел себя в зеркальной витрине, если в этот момент он подтянулся и сделал лицо какое-то другое, так, будьте уверены, этот человек сильно залипший вот в этих самых масках своих. Так вот, есть техника, каким образом можно посмотреть вот за эту самую свою маску. Для этого нам опять понадобится йогуртская подушка, на которой мы будем сидеть. Вот. Ну, просто потому что с непривычки сидеть на полу может быть тяжело. И нам понадобится зеркало. Ну, можно, конечно, на стуле сидеть перед зеркалом. В общем, смысл в чем? Перед нами примерно на расстоянии полметра-метр должно быть зеркало. И вот вы, значит, смотрите на себя в зеркало. Задача очень простая. Полчаса, ну, там, мы когда делали, это было 40 минут, час, ну, то есть, там, радикальные были. Ну, начните с получаса, там, с 20 минут, в конце концов, ладно. Задача смотреть на себя слегка расфокусированным взглядом, не моргая. То есть, просто смотрим и все. Взгляд не отводить, не моргать, там, ничего. Просто смотреть на свое отражение в зеркале. Уже через минут 10 честного смотрения вот такого лицо в зеркале начнет распадаться. То есть, распадаться в том смысле, что оно будет идти пятнами, оно начнет слезать, начнет проглядывать другое лицо. Скорее всего, в этот момент вы будете слегка дергаться глазками и восстанавливать вот это. Ну, продолжайте, все равно продолжайте. Да, если вот ее поделать минут 30 честно, вы увидите, что маска с лица сползает. И вы увидите вот то самое лицо, которое у вас, ну, как бы вне вашей привычной маски. Вот, с ним уже можно потом будет работать. То есть, это тоже, тоже, как бы полезная штука. Ну, если, опять же, есть большой вот этот вот раскол между тем, каким я себя считаю и тем, каким я получаюсь на случайных фотографиях, то стоит, как бы, вот про реальность больше внимания. Для большинства людей характерно расхождение образа, который рисует себе сам человек, да, и тем образом образы, я так сказала, которые видят окружающие. Вот, и даже есть такое направление, которое в психологии, оно называется фототерапия, когда человек делает много-много-много фотографий себя. Но каким образом он их делает? То есть, ставится фотоаппарат на автоспуск, непрерывный автоспуск. И человек просто живет, что называется. А его фотоаппарат фотографирует, фотографирует, и получается огромное количество снимков. То есть, первое время еще ходишь и думаешь о том, чтобы держать лицо, да, держать эту маску. Ну, но фокус внимания у нас же долго не держится, и в какой-то момент про это забываешь, и получаешь фотографии, вот, себя, такой, какой ты якобы есть, но каким ты себя вообще не видишь. И рассматривая вот эти снимки, люди описывают свои впечатления, они, конечно же, там, находятся в таком шоке. А это я, а это я, а я не похож, а это удачно, а это неудачно, большинство неудачно. А это привычно, а это непривычно, так надо говорить, да? Да, вот, конечно же, очень важно вот здесь такое переопределение в непривычно. Вот, и это знакомство с собой, с другими какими-то своими проявлениями, да. Вот, это требует, конечно, и времени, и привыкания к себе, но вот это тоже мощный процесс интеграции. Вот, ну что, ну вот как-то так, да? То есть, есть практики точечные, когда мы идем, как бы, в тень какой-то конкретный ролик, вот конкретного ресурса. Есть там более суровые практики, когда мы, ну, проверяем полную свою тень, ну, при том, что языки и описания могут быть разными. То есть, мы можем просто говорить, ну, какими-то качествами, которые, вот, противоположны тому, что нам нравится и привычно. Мы можем говорить, как вот это вот, там, психологии, интроверты, экстраверты. Угу, типология, да, да, да. То есть, можем, можем пользоваться любыми типологиями. Если мы про себя знаем, что мы, там, интроверт, флегматик, да, то мы можем попробовать, там, экстраверта, кого там, сангвиник, да? Я не владею этой штукой. Вот, то есть, мы можем, можем пробовать вот эти типологии. То есть, среди них найти противоположные. Это тоже нормально. Это прям позволяет базовые, базовые стратегии. Некоторые покачать, это здорово. Угу. Вот, мы можем, мы можем пользоваться практикой, вот, общения с тенью, когда просто, там, на стене тень свечи перед нами, да, и мы просто сами с собой разговариваем. То есть, разговариваем с тем, вот, что мы в себе не знаем. Вот. И это тоже, а это вот полезно, когда мы чего-то, может быть, боимся внутри себя, ну, вот, толком не знаем, что там есть, что там нет. Вот, такое, скорее, исследовательский, да? Да. Вот. Ну, и вот зеркало, зеркало, работать со своими масками, ну, и, как следствие, тоже выход в большую, в большее принятие себя. Ну, в конце концов, если мы делаем правильное лицо только когда мы знаем, что на нас направлена камера, да, это неправильно. Если, если нам при этом наше базовое лицо не нравится, надо работать с базовым лицом, которое навсегда. То есть, если мы хотим его изменить, значит, нам нужно изменить, ну, цельный паттерн, значит, нужно понять. Увидеть, увидеть, да? Да, увидеть то, что называется, вот, идея принятия и трансформации, да, она же заключается в том, вот, ну, слово принятие, это не значит, что, типа, там, я такой и идите все нафиг. Это не принятие, это другим словом называется, да? Принятие, это, значит, тупо честность по отношению к себе. Вот, я посмотрел на себя, блин, ну, да, у меня вот такое лицо, чего я из него могу сделать? Все, вот, вот, нормально, честное принятие, мы находимся здесь, мы идем сюда, все нормально, и, как бы, вот, нету здесь ни невроза, нету здесь ни странных петель обратной связи, да, есть просто, вот, нормально, да, меняемся, двигаемся куда хотим. Настолько, насколько получается, настолько, насколько это, там, объективно возможно. Ну, да, вот, и, опять же, для выяснения вы можете использовать механизм проекции, да, когда нам, других людях, что-то не нравится, это сразу, прям, заносите себе в списочек для проработки. Вот это качество или вот это проявление, оно, скорее всего, у вас в тени, да, будет, там, время, вечером, там, дома, позанимайтесь, сходите, проверите. Если, например, вам не дает покоя, не дает покоя успех, например, других людей, да, там, что-то у них там получается, скорее всего, тоже у вас там что-то находится в тени, тоже туда нужно сходить, потому что пока вы не познакомитесь, вы от этого закрыты, да, то есть вас туда, вы сами и не пустите, ваша тень на страже. Поэтому тоже то, что не нравится, то, что нравится, но вызывает, там, что-то, какие-то вот непонятные ощущения, тоже пишите в список и проработайте. Фактически это очень вещи практичные, да, что называется, их можно сделать здесь и сейчас, там, в течение дня вы понаблюдали за собой, за своими реакциями, да, а там, вечером, когда вы, там, можете уделить себе время, прошлись, да, такая, небольшая, там, самотерапия, да, но она дает очень классные результаты, и вы начинаете постепенно возвращать ресурсы в свою жизнь, да, то есть вы получаете к ним прямой доступ. Поэтому ваши ресурсы, они все внутри вас и они вам доступны всегда, ну, просто, там, разблокируйте их. И тоже такое вот напоминание, мы упоминали про то самое на боевой НЛП, да, про тренинги структуры манипуляции. Человеку, например, он приходит, из интереса на мастер-класс попадает, то есть он-то как бы нет, он-то считает, что он ни в коем случае не манипулятор, он-то, конечно же, людьми не манипулирует, ну, ему просто вот интересно посмотреть. И на тренинге, например, получается следующая ситуация. Мы объясняем, каким образом разрушается цель, и человек вдруг понимает, он говорит, блин, а я сейчас вспомнил, что я же вот так делаю. Да, или мы объясняем, да, мы объясняем, например, как происходит вербовка, человек говорит, а я, говорит, так общаюсь с подчиненными. И человек смотрит на это, да, и понимает, что то, что он считал тенью, да, у него есть. То есть он получается так вот, как два человека, да, с одной стороны я это делаю, а с другой стороны я считаю, что это неправильно. То есть это, ну, это создает там внутри себя этот, ну, типа, саморазрушительный паттерн. Если я делаю то, что я же, то, что мне не нравится, да, даже если я этого не осознаю, внутри все равно будет вот это вот, там, чувство вины, там, все вот эти вот расколы. А тут он понял, увидел, что он это делает, такой блин, говорит, все, ну, я буду теперь, конечно, по-другому делать. То есть он понял, он в себе это принял, увидел, и он этот паттерн увел, как бы, я его использовать тогда не буду, я тогда буду вот так вот. Да, какое-то время, может быть, он потом последил за собой, да, чтобы вот действительно, ну, потому что привычки могут быть, но совершенно точно по концовке это все снижает вот это самое внутреннее напряжение. Честность по отношению с собой, да, принятие себя с собой же, в первую очередь, это офигеннейший ресурс. Да, совершенно верно. Вот почему мы рассказываем о том, что есть там явь, да, и что есть тень? Мы говорим о реальности нашей жизни. Конечно же, наверное, не принято на это смотреть таким образом, что явь это всегда хорошо, да, условно, свет, а тень это плохо. Но одного без другого не существует, да, то есть, и это две стороны одной медали. И когда вы знакомы с одной стороны, знакомы с другой стороной, да, вы интегрируете вот это явление в некое цельное, да, там, состояние, цельный ресурс. И вы уже можете этим управлять, это становится вам доступно. Ну и, собственно говоря, вы просто уже двигаетесь туда, куда вам нужно с этими ресурсами. Ну что, не знаю, по-моему, по-моему, все рассказали. Вот, если вопросы есть какие-то там, пишите. Да, задавайте вопросы. Мы постарались, да, мы постарались рассказать самые такие простые и понятные практики, которые можно делать одному. Понятное дело, что там есть, как бы, есть то, что и можно делать с ведущим, да, там, с управляющим. Ну, я упоминал, да, что мы эти практики делаем на мастерских с людьми, мы эти практики там и индивидуально делаем, да. Да, когда мы делаем на мастерском курсе, да, или в условиях ведения клиента, в консультировании, мы просто там управляем этим процессом больше, да, и погрузиться в это состояние, помогаем глубже. Это, ну, понятно, да, чтобы все это находилось под контролем ведущего, это важно. Но, тем не менее, эти техники достаточно просто можно использовать, если вы работаете самостоятельно, да, просто там следуйте, там, инструкция, о которой мы сегодня говорили, и вы получите эффект, вы получите результат, вы заметите, что вы становитесь спокойнее и гармоничнее. Если там будет желание, там, работать глубже, ну, в общем-то, да, можно двигаться дальше. Но базу вы можете получить уже сейчас. Ну что, мы на этом, как, заканчиваем. Я вот смотрю, у нас есть слушатели, но вот вопросов мы не получаем. Мы, видимо, так все понятно рассказываем, вот. Ну, в любом случае, мы сохраним этот эфир. Как минимум 24 часа он будет находиться в сторисах. По возможности этот эфир мы разместим в Ютубе, вот, если технические моменты позволят, вот. И пишите свои комментарии, задавайте вопросы к этому эфиру. Или, если у вас есть пожелание поговорить еще на какую-то тему и получить какие-то фишки, которые вы можете использовать в повседневной жизни, тоже, там, пишите. Мы будем готовить для вас следующие эфиры. Угу. Да. Ну что, тогда всего доброго. До свидания. И до новых встреч. До свидания. Всем пока.